меня всегда интересуют если новички куда по одному бы присоединились как это важно как это важно в общем знакомые есть это хорошо самое интересное что можно было бы друзья уже разделить как бы хотя бы мысленно на несколько потоков сотни людей тысячи даже десятки тысяч я учил когда еще слово интернет было не знакомо никому то есть меня печатали регулярно писать себе две газеты 10 лет каждому то есть по 100 с лишним статей почему не повторялся это было решено мое творчество популярность была дикая это тогда меня звали читать лекции в Киев в Софию меня звали вот куда я все-таки съездил в Москву в Челябинск в Ижевск в Красноярск вот ну а потом второй поток это когда уже появился и еще еще газеты были популярны но уже у них начали отбирать клиентов то есть садоводов то есть не садоводов вообще читатели начали отнимать эти самые виртуальные каналы вот они нанесли страшный урон стране вообще первый урон был нанесен газетами и журналами которые появились 90-е годы причем в большом количестве почти сразу это было связано когда Ельцин сказал берите земли сколько хотите и да и был издан закон самые активные успели взять землю я тогда взял девяносто втором вот это было сады и до этого уже где-то были и где-то это вдруг дюхо десетерились питомники работали на полную мощность прекрасные полу культурки прекрасно не сладкие груши ну пусть но были полу культурки яблони шикарнейшие то есть вкусные вот появились китайские сливы тоже замечательно потом это я про сибирь а европа я тогда ничего не знал про европу я не знал что там творится что в это время победила звериная технология когда я был подмосковье я помню еще впереди будет надеюсь это будет типа телемоста с помощью skype с москвичем я хотел вам много рассказать показать чтобы не натворить ошибок ребят это очень важный момент вот я знал что я мог его вытаить как этого самого извините козу или корову вытаить буквально я сделал по-другому во время серьезного разговора я объяснил его я выбрал все чтобы он не посадил промышленный сад все аргументы какие мне взбрели в голову вот и только тогда когда он сказал а я все равно посаду вот тогда я схватился за голову и сказал мы сделаем целую серию кино фильмов вот все что вы должны знать для того чтобы хотя бы оправдать этот сад потому что такой малю это самое такое страшное впереди испытания вас ждут вот но не отказались значит сад будет ну естественно что впереди покупка земли начнем с того а где же брать раз какая она должна быть 2 и все это растянется на много кино вот это значит что потом все это мы будем записывать пригодится всем потому что сегодня сейчас вырастить промышленный сад который вы кормил это почти невозможно для этого и социальные причины начиная с обычного роста перемена климата но я совесть моя чисто отговорить не смог не смог я еще на нем заработаю вот так вот вот теперь поехали дальше юрий железов брат мой привет междуреченск это кстати это я там рядом жил линиску детский климат знаю жесткий климат очень жесткий на пару тройку градусов жестче чем сейчас в принципе я слежу мне привычка такая идет когда урал раз морозы в районе урала придут потом пошло аустомство в осибирск вот уже кемерово а кемерово на одной широте практически я знаю а он же еще и остывает этот самый циклон чуть потеплее там прибалтики через европу прошел остыл а потом перевалил урал сибирь же не зря себе идем тут вот а у нас еще тот задержался а у меня еще есть так называемая минусинская котловина а мне морды морды по морде по морде минусинская котловина это такое чудо это самое лучшее место в сибири там эти царских времен арбузы врачи все правильно и вот когда это так оно летом до арбузы а зимой однажды приходит мороз 40 градусов вот а у других местах он взял и прошел и за ним сменился циклоном потепление а в этой нашей минусинской лавине абакан-сианогорске и минусинск достался сидим мерзнем в сибири тепло а вы мерзнем а про это никто не знает а когда я взял и это приезжал к урдема в небо в голову не пришло он приехал ко мне а ему нужно как вы представляете в жизни бы ни одно словечко бы не написал бы со мной в одной книге если бы не разобрался извините я разговаривался наш по делу он просит приехать галю николаевну бойкову кстати или сансы еще прекрасно знает замечательный человек фанатик ну почему у нее нет звезды героя хотя бы труда или там почему у нее нет звания академика хотя бы почетно этот человек основатель сианогорского феномена ведь когда людям дали землю все рванули к ней а у нее прекрасная я хожу по ее саду ну не могу я молчать вот что хотите ругать отключайтесь а я скажу я приезжаю добывать черенки этих самых подвоев эти миллионы мне нужны черенки я приезжаю первый раз договориться во время сбора вража я хожу захожу меня никто не встречает никто не провожает охрану они все с ящиками у них китайские сливы созрели и они уже на земле лежат уже негодно уже топчут их выражаясь сумасшедшие китайки эти самые и они действительно портятся они только с дерева это вам не венгерки записывайте венгерки транспортабельные китайки нет вот это я опять же тому же другу виктору который посадит мои китайки вырастет урожай не успеет продать он уже гнил и понимаете это все я где рассказываю как это моя учеба становится вашей учебой и вот они собирают менящик за ящиком я брожу посаду деревья из сломанной ветки урожай сумасшедшие что за 40 как-то это теперь шафранный пошел ты не мешать вот а я-то никто вообще никто 0 датчик датчики вот какой-то металлург вот тут правильно к это металлург я хожу ветки переломаны урожай пипинов сумасшедшие с одного стажа молодой плоды не крупно за него быть крупный пипит лучше сорт мичурина вот но товарный вот и веток столько сломанных веток и мне это запомнилось поэтому у меня и стал вопрос надо как-то это ну то есть потом я начал собрать хотя бы первый год то крайне случилось 2 как-то подправить дерево чтобы от этого не было что сотни переломанных веток такой урожайся вот это я запомнил попробовал а груши а это не нравится северянка маленькая сейчас она у меня есть маленькая но вкусная запоминайте пишите северянка живете в омске томске красноярске пойдет и вам даже не пойдет а идеалом будете считать еще неизвестно что мои роскошные переехал на несколько этих градусов широты что будет где-то да где то есть ну ладно проехали мы это вот вы поняли почему я вспомнил эту самую междуреченская потому что там на пару градусов чуть-чуть холоднее вот а у меня получилось что когда это вот а у меня нет данных парки а то что добыл курдюмов у меня видели фотографию за моим столом сидят мои плоды вот красивая а сидит курдюмов и сидит на ней не не ждал такого вопроса найти сейчас фотографии не смогу минут 20 надо у меня с такой архив и в руках у них от таблицы потом я у него вы посылали таблицу этого курдюмова и я преподнес средне зимняя температура до в этом новосибирске красноярске а у меня на целый градус теплее а черепельске еще на 2 градуса теплее целый градус и много и мало хотите понимать как хотите ну то что в сибири я надеюсь доказал и вот получается что шансы хорошие так но все должно быть основано на подвоях никаких никогда вот что толку что допустим на это самое лариса древна взяла и сказала будущее только за косточками естественно речь идет о гибридных косточках вы представляете вся сибирь все датчики все миллионы с косточки идей взять откуда и жить надо где-то взять если даже захотели я бы всех не обеспечил у меня кстати косточки скоро закончится по крайней мере роскошный вот эти то еще будут а грушевы уже закончились туба а рот открыл бы вот взять бы допустим на подвое уссурийскую взять бы на подвое это самое сварок а у них нету и потому что у них не было я не знал что добавится по этих покупателей а вот заготовить не успел ну давайте берите хотя бы то что есть вот подвое яблони вы есть роскошные яблоки есть семечки хотите начинайте важно научила это лариса андреевна почему бы нет ведь у нее же тоже опыт не маленький хотите это первый год по двое а на втором открывайте на подвое китайские сливы на подвое усмой менеджерские абрикосы сыновья лучших подвоев нет на планете это я вам говорю а если есть скажите где покажите сад в сад показать никто не хочет вот так так и бывает вот после этой самой пойдем дальше риторики так это я при слове междуречен сразу вспомнил свое детство рядом в линзе кузнец так алексей здравствуйте галина привет с хабаровска так внимание александр выбор нижегородской области есть садовод шереметьев в а у него множество сортов черепетов сиат ботара вот она вот она традиция вот она эволюция подозреваю что никогда не занимался насыщение ментора а просто привал все подряд что приживется то и растет и добился результатов крупная черепе не хуже природы друзья вообще скажу нижегородской области вдоль волги обязаны расти через обязаны если ее не калечить как это делают в этом самом институте в этом брянском ну просто обращаюсь к ним не учите людей калечить это вот косточку посадил пусть растет ну хорошо привил там на вишню или на черешню пусть растет не подходите секатором это все вот это и есть та самая граница и окажется что не 25 26 и 28 29 разостойкость и там на волге бывает и 30 и 35 а раз в туалет может быть и 40 но вот пожалуйста я вас умоляю не калечьте деревья и окажется что шереметьев он сейчас один а таких должно быть шереметьев миллион уже если бы не учили эти ветки отрезать зачем я никогда понять это не мог ведь придумают причины загущение это учились это загущение сама пишет от от 5 до 8 веток в ярусе какое загущение а потом еще метр она одна из самых прореженных это же как абрикос абрикосы через и загущаются тогда когда вы коле ветки отрезать его не трожьте их нету загущение нету нету не для этого пришлось облазить всю эту херсонскую область не для этого пришлось это облезать буквально каждое дерево у этого в водах здесь только у него у меня через них понимаете нету никакого на этого самого загущения нету наоборот сильно редко и вот это придумать такой из 5 8 веток оставить три и все вот вам поход на север на юг а то 7 могилу так в общем запомнили есть сара вот шереметьев а я не знаю может быть достаточно набрать шереметьев а и вы увидите его сайт может быть я вас умоляю у нас через все на самом задворка две черешни у чернобаева штук 6 8 я даже не считал у меня вот забытый сад чернобаева все на всю себе есть сережки на урале там потепление немножко и уже хоть что-то есть но если мы узнали что и садовод шереметьев будьте добры найдите шереметьев берите у него веточки и еще открываю секрет мы настоящие садоводы а это значит так я железу когда представитель хозяйства печатались не только фамилии они были хитрее умнее и всех они печатали и адреса и телефоны это отличила его не зря было три миллиона подписчиков 3 миллиона плюс еще вспомните сколько я читала в этих бесплатно в этих библиотеках только потому что там всегда рядом с фамилией был адрес и можно было написать письмо вот и мы писали другу письма понимаете и так и это помогало это единственное за что я прощаю представительное хозяйство которое научил у людей такому что лучше по ну раз все таки опечатала адреса то слава богу вот сейчас есть интернет попробуйте найти того же шереметьево так уж получается привал все подряд и я привал все подряд я только задним числом начал понимать что такое генетика что такое просто приспособление это две большие разницы